В период пандемии студент МГТУ Иван Плаунов вместе с друзьями и однокурсниками работал в колл-центре. Они принимали заявки от пожилых людей и доставляли им продукты. Несмотря на учебу и личную жизнь, Иван практически каждый день приходил в волонтерский центр, обрабатывая более 50 звонков в день. Но, по его словам, это было здорово. Наверное, самое запоминающееся было, когда мы приехали отдавать продуктовый набор бабушке, которая участвовала в боях под Ленинградом. Она нам рассказала свою историю. Это было очень искренне. Видно, что ей не с кем было поговорить. И она как изливала душу. И когда ее студенты стояли и слушали, ей было очень приятно. И она искренне радовалась. Она нам рассказала свою историю. Еще и пыталась угостись шоколадками. Добровольческое движение для самих волонтеров – это, в первую очередь, возможность обменяться своей добротой и искренностью, возможность пообщаться и словами, и душой. Мы, понимая, что помимо поощрений моральных, для того, чтобы действительно двигать свои проекты, инициативы, нужна еще материальная поддержка. Поэтому мы приняли решение. И у нас на 2021 год 8,5 миллионов рублей мы заложили как раз на гранты для того, чтобы поддержать инициативы молодежные. Волонтерское движение в области активно развивается. Только в общероссийской акции «Мы вместе» приняли участие 700 жителей области. И больше половины из них удостоились наград разного достоинства. Леонид Курлович, Всеволод Краснов, Виталий Попков, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова